Рассказ о повторном ходе возбуждения, ре-энтри, я начинаю с того, что пугаю студентов, чтобы лучше мотивировать изучать этот вопрос. 1. Но если человека что-то не раздавит или не взорвёт, и он мгновенно не разлетится на молекулы, то, в общем-то, он, наверное, переживёт клиническую смерть с остановкой кровообращения, но и дыхание. Мы начнём с кровообращения за счёт того, что в сердце начнётся фибрилляться за счёт повторного хода возбуждения. И даже при любой болезни, скажем, непосредственно, может быть, даже не связано с сердцем, а какие-то токсические влияния приведут к неравномерности парифрактерному, и повторный ход возбуждения приведёт к фибрилляции желудочка. Так, страшно. Так вот, ну, искали причину аритмий, в частности фибрилляции, да, которые возникают, если мы придём, мы ещё придём к ЭКГ, к электрокардиографии, особенно опасный период, это начало зубцоты. Это начало реполяризации желудочков, начало где-то третьей фазы желудочков, да, потенциала действия миокардиоцитов, рабочих миокардиоцитов желудочков. Ну, я так надеюсь, что кто-то это понимает, о чём говорит. Так вот, и как раз на этот период проходит период суперэкзальтации, вернее, экзальтации, супернормального возбуждения по теории Веденского, Николая Евгеньевича Веденского. Но сейчас, в принципе, объясняют возникновение аритмий чаще с позиций повторного хода возбуждения. А парадокс ещё состоит в том, что я это покажу. Сейчас я удивился просто. Я три года не могу в интернете, скажем, и даже в литературе найти нормальное объяснение механизмов повторного хода возбуждения. А, в общем-то, распространяются фейковые. И я покажу эти объяснения, скажем, которые, ну, немножко не могут объяснить, что же происходит. Итак, начинаем повторный хода возбуждения, используя тау-модель. Значит, и опять возьмём вот такую вот замкнутую структуру, и поменяем вот эту форму на вот такую форму. Ну, вот у нас появился участок повышенной рефрактерности. Что значит повышенной рефрактерности? Когда удлинился, удлинилось время рефрактерного хвоста. То есть я много раз повторял. В общем-то, если ишемия миокарда, или какая-то причина, или какое-то воздействие физического фактора, помните парабиоз веденского, например, то меняется не время возбуждения тау, и даже не сила ответа, да, или амплитуда, скажем, потенциала действия, а удлиняется рефрактерный хвост, удлиняется время восстановительного периода. И тут возникают всякие нехорошие эффекты. Или парабиоз веденского, или механизм повторного хода возбуждения. И вот, вот давайте промоделируем, повторим то, что мы делали на предыдущих, да, этапах лекции. Итак, для всех элементов желтеньких, тау 1 миллисекунда, r минус тау 1 миллисекунда. А вот для этого голубенького, заболевшего элемента, да, тау 1 миллисекунда не изменилась, да, а r минус тау удлинилась до 2 миллисекунд. И что тогда получается? Я опять привычное место нанес стимул. Возникло возбуждение. Она распространилась в обе стороны. Видите, распространилась в обе стороны. Дальше отсюда пришло вот к этому элементу. Повторяю, через углы не распространяется, распространяется через ребра, да. Я нанес, помните мы наносили в предыдущем вопросе, опять же сюда стимул. Пошла вторая волна. Еще раз повторю, здесь нанесу стимул, ничего не меняется, здесь нанесу стимул, ничего не меняется, заканчивается первая волна. Но в данном случае, если нанесу, пошла вторая волна. Но, вот смотрите, если вот этот элемент находился в состоянии r-tau 1 миллисекунду, вот он, и перешел после этого в какое состояние? Покоя. И готов возбудиться. То этот элемент, мы договорились, рефракторный период удлинился до двух. То есть, одна миллисекунда и вторая. А здесь уже возникло возбуждение. Вот смотрите, возбуждение сюда идти не может. А вот сюда может. И мы видим, что в следующий момент времени сюда возбуждение не пошло, а пошло вот сюда. То есть, получается, против часовой стрелки. Ну, а здесь остался рефракторный хвост. Следующий момент времени. Вот смотрите, дальше распространяется возбуждение против часовой стрелки. Дальше распространяется возбуждение против часовой стрелки. Вошло нормально в этот больной участок. А дальше пошло куда? Дальше пошло против часовой стрелки, оставив здесь рефракторный хвост. а дальше опять пошла против часовой стрелки здесь рефракторный хвост задержался опять две а дальше что? по сути дела опять мы вернулись к вот этому состоянию то есть возбуждение передано этой клетке назад оно не пошло и тогда мы видим опять вот эту картинку но отсюда опять же должно повториться и мы получили цикл то есть пока что-то не остановит вот эту циркуляцию то есть мы получили ревербератор который может привести к нарушению ритма например фибрилляции или скажем тахикардии в зависимости о каких структурах мы говорим но вот это будет не просто нарисовать а с пониманием то есть будут у нас и другие задачки на эту тему ну когда у нас было много времени значит мы брали и более такую серьезную такую структуру с дыркой да и тогда что? но нанесли стимул на этот элемент больной элемент у нас вот этот да и все тоже повторяется и вот мы заметили какой будет цикл в этой замкнутой структуре значит вопрос у меня возник маленький а если бы скажем у нас заболела точно так же не вот эта клетка а вот это то есть не вот это а вот это тогда что мы получили? ну давайте даже не проводя эксперимент мы получили опять же ревербератор то есть только если в этом случае реверберация шла против часовой стрелки то если здесь заболела а здесь была здоровой клетки куда пойдет? по часовой стрелке да и здесь тоже если здесь посмотрим куда пошла ревербератор идет по часовой стрелке если вот этого заболела структура тогда против часовой стрелки это важно запомнить итак условия возникновения циркуляции в замкнутых возбудимых структурах первое должно быть две волны вторая волна следует за первой как минимум я говорю время между двумя волнами возбуждения должно быть меньше периода рефрактерности ненормального элемента но с одной стороны то есть по сути дела вторая волна должна наткнуться на предыдущую волну с одной стороны а дальше что написано время прохождения волны возбуждения по обходному пути то есть вот это надо перенести туда когда я буду переписывать лекцию по обходному пути то есть здесь ничего не мешает да скажем но к моменту прихода возвращаясь сюда к этому участку вот здесь пришло к этому участку рефрактерность уже отсутствовала то есть рефрактерный хвост вот здесь уже прекратился давайте забегая вперед нарушая обычный порядок лекции да так мы вместе решаем сразу выходит студент к доске она мы что-то рисуем и мы вместе моделируем так вот если рефрактерный период удлинился бы до 4 миллисекунд тогда вот эта волна не пошла бы сюда а так она пошла то есть обходной путь был достаточно долгим да чтобы вот эта рефрактерность вот этот элемент больной вышел из состояния рефрактерности так итак две волны которые следуют скажем так по двум путям с одной стороны наталкивается волна на вторая волна на рефрактерный хвост с другой стороны и обходит и приходит к этому участку с другой стороны так давайте вот здесь вот я вам покажу что совсем не обязательно иметь в общем-то скажем какую-то дырку и какую-то кольцевую структуру но что надо иметь во-первых две волны видите идут по параллельным путям ну стимул возбуждения дальше сюда переходит сюда возбуждение мы пишем xx а здесь рисуем на этом месте нолики-нолики да вот это я запустил вторую волну по двум параллельным путям да вот оно началось и проходит вторая волна без каких-то проблем но вот заболела вот эта клеточка что тогда получилось вот проходит волна и оставляет за собой вот долгий рефрактерный хвост то есть смотрите вот этот элемент один скажем рефрактер момент рефрактерный хвост второй момент рефрактерный хвост да а тут уже приближается следующая волна и вот сюда вот возбуждение не пойдет а куда она пойдет вот сюда и что тогда получается ну когда приходит волна вот по верхнему пути вот сюда здесь клетка выходит из состояния рефрак терности и тогда волна пойдет и в эту сторону и в эту сторону и мы увидим в следующий момент времени такую картинку а куда дальше путь вот смотрите возвращается назад возбуждение ну и продолжает идти вперед и вот здесь будет х вот он он х здесь нули нули здесь состояние покоя перейдет но вот это возбудится в следующий момент времени придет сюда возбуждение здесь будет рефрактерный хвост здесь покой а здесь будет продолжаться естественно рефрактерность если мы не меняем условия и что дальше и волна пойдет опять вот сюда да так продумайте хорошо а с этого момента пойдет и туда вперед да и опять начнет возвращаться назад то есть и у нас опять повторится что вот это состояние и что у нас возникнет реверберация ну давайте почитаем что здесь написано механизм возникновения циркуляции возбуждения рефрактера реверберата по типу повторного хода возбуждения реэнтри в параллельно расположенных ну путях элементах объединенный элемент имеет длительность рефрактерного хвоста в два раза больше чем у остальных элементов но могут быть и другие задачи кстати но как вот объясняют чаще я потом скажу что такое микроревербератор и макроревербератор но сердце микроревербератор вот рисуют обычно это разметление волокон Поркинье природа или кто-то мест на нее да создал такую систему сеть да или сеточка то есть если чтобы она если не с этой стороны прошло возбуждение тогда пройдет с другой да но если мы закрутим вдруг по вот этой вот сеточке да тогда не отсюда будет приходить возбуждение а будет распространяться возник у нас ревербератор который будет гасить своим возбуждением нормальные пейсмекеры источники возбуждения так как предотвратить циркуляцию возбуждения в замкнутой структуре есть два основных способа уравнять рефракторность всех элементов замкнутой возбудимой структуры чтобы с какой-то одной стороны не натыкалась вторая волна на первую ну уж как и уравнять снизить будет срок рефракторность ненормальных элементов возбудимых структур до уровня рефракторности нормальных ну сделать например миокардия ортокоронарное шунтирование и убрать проблемы с оксигенацией каких-то миокардиоцитов или наоборот повысить рефракторность нормальных элементов до уровня рефракторности ненормальных Но это вопрос, теоретически это нормально, а практически такое может быть, но лучше усилить рефракторность нормальных элементов до уровня, когда их период рефракторности ставит равен или больше времени прохождения возбуждения по обходному пути, и тогда не будет реверберации. Что имеется в виду? Вот мы уже немножко разобрали, то есть, когда приходит, то есть, если вот эта клетка будет находиться не 2, условных единицы, не 2 миллисекунды, а 4, то тогда ревербератор не получится. Слишком долгий рефракторный период, или вообще, честно говоря, перерезать эту клеточку, убить эту клеточку, что в принципе и делает. Так, исчезновение циркуляции, а, вот это тут и показано, исчезновение циркуляции возбуждения при увеличении рефракторности ненормального элемента B до уровня, когда период рефракторности стал равен времени прохождения возбуждения, как минимум, он стал равен времени прохождения возбуждения по обходному пути, или больше, тогда возбуждение вот в эту сторону не пойдет. Вот будьте бдительны, как вам подкладывать свинью? Вы найдете много вот таких вот рисунков, да, и что мне здесь не нравится? Вот в норме, да, идет возбуждение по волокнам Поркинье и передается миофибриле желудочка. Прекрасно. Можно поверить. Но дальше, вот смотрите, якобы возникает блок проведения ортодромных стимулов, то есть в эту сторону. И что тогда получается? Ну, вот видите, я поставил тот вопрос. Хорошо, вот сюда идет возбуждение, потом она идет-идет, сюда не прошло. А вот здесь с горем пополам, но все-таки почему-то проводят в обратную сторону. То есть зона функционального блока. Причем односторонний блок. Но, в общем-то, а почему клетка вдруг в одну сторону проводит, а в другую не проводит? Это какой-то Иван Сусанин, да, поляков завел в лес, а обратно отказался везти, да. И клетка такая. Почему-то у нее есть, скажем, отсутствие проводимости с какой-то одной стороны. Но это трудно представить, и работ, подтверждающих это, нет. Но самое интересное, что, вот скажем так, в зависимости от того, где это будет, вот скажем, проблемы, да, закрутится или в одну сторону, или в другую сторону. То есть совсем, в общем-то, другие причины этого возникновения ориэнтри, которые мы с вами назвали. Так что вот это не объяснение. Ну, если быть честным, я нашел в такую работку когда-то давным-давно и потерял ее. Когда я растягиваю миоцит, и он тогда начинает где-то фиксирую, где-то растягиваю, и тогда он начинает в одну сторону лучше проводить, в другую хуже. Но это чисто искусственные условия, а в естественных условиях с ним такого же не происходит. И поэтому объяснить наличие или природу одностороннего блока, но невозможно. Так, ну, итак, мы говорим о микроревербераторах и макроревербераторах. Вот, кстати, мне студент написал в Ютубе, объясните, что такое микроревербератор или макроревербератор. Ну, нам нужна вот такая кольцевая структура. Но прежде всего, где она возникает? Вокруг естественных отверстий, атриовентрикулярных отверстий, да, есть миокард, да, и там такая, значит. Но, в общем-то, если при патологии вокруг инфорцированной мышцы, умершей, вокруг аневризмы, допустим, или зоны некроза. Поэтому объясняют возникновение ре-энтри, механизмом ре-энтри возникновения аритмии, частых при инфарктах миокарда. Или вот ВПВ-синдром. Что здесь показано? Вот обычные проводящие пути, значит, атриовентрикулярный узел за тем, что пучок ГИСа, ножки пучка ГИСа, да, ну, в общем-то, она делила на всякий случай нас пучками, пучок Кента. Их не только в одном месте, но и в другом месте, да, скажем так. И если они становятся, это синдром называется Вольфа Паркинсона Уайта. Если человек, Вольфа Паркинсона, это не, скажем, не беспокоит, ну, он ведет, в принципе, нормальную жизнь. Если, но здесь есть причина возникновения механизма ре-энтри, макро-ре-энтри. Вот, скажем, и вот это в зависимости от каких условий осознались, то есть, через пучок Кента возникает вот такой ревербератор, макро-ревербератор. Значит, и разные виды могут возникнуть, или закрутиться в одну сторону, или в другую, что можно, в принципе, определить при электрокардиографии. Так, ну, а микро, это, как правило, это небольшие такие, например, примерцательные ритмии, которые страдают многие старички, да, в предсердиях. И это мерцательная ритмия, скажем так, скажем, не очень опасно, не так опасно, как фибрилляция желудочков, да, вот такое. Ну, там вокруг, скажем, ну, часто относят к волокнам Паркинье, да, где возникают вот такие вот замкнутые структуры, и где возможно развитие многих микро-ревербераторов. Если мы идем, мы имеем проблемы с неравномерностью по рефрактерности, с кардиосклерозом, ну, и с гипоксией отдельных участков миокарда. Ну вот, а дальше мы перейдем к нервам. Продолжение следует...